Общий сбор Муги Вар перед отплытием, финальные слова Вегапанка для всего мира, реакции со всего света, Бонни против Сатурна за Куму и Джинни, Луфи и Бонни Ника топят тело Гарасея, как Роджер зажег волю Джойбоя, что же такое Ван Пис на самом деле? Очередная родня Шанкса из клана Фигерланд. В сегодняшней главе. Здорово, Ханина Шанксе запотел с превьюхи на Манси на связи. На следующей неделе перерыв, поэтому ожидаем две недели, но эта глава заканчивается вполне целостно, так что редко такое бывает. Глава, как обычно, переводится намного быстрее, чем на Монголибах, только по ссылке в описании. Залетайте в телегу и читайте главы вместе с Ван Пис новостями быстрее всех остальных. Ну а теперь, естественно, благодарство всей элите с Бусти и тем, кто поддерживает на стримах. Всех обнял и принял, каждого меньше, чем три. Теперь без тянуки, сразу на главу. Сегодня на главе куча двойных разворотов и всякие цветастые обложки с Шонен Джамп. Для начала, вот здесь Луфи поправляет очочки практически как у меня на стриме. Он, конечно, молодец, но главный хит сегодняшнего вечера или ночи, так это гигантская нами, которая охватила всю команду Мугивар. Смотрите, даже Луфи кушает мороженку, а Зоро защищает левую ногу нами от покушения арбузов. Обложка, как обычно, гениальнейшая. Ода-гений постарался, набаловал пацанов. Ну а теперь хочу перейти сразу к главе, потому что там есть на что посмотреть. 1121 глава называется «Волна эпохи». Название такое же колоссальное, как и сам выпуск. Поэтому пристегните ремни, мы начинаем. Эй, ребята, остерегайтесь его шипов! Кричит Луфи. Мы не можем позволить им сбежать. Атакуем все вместе! Кричат дозорные, направляя свои пушки в сторону Луфи. Как мы видим, происходит повсеместный кипиш. Луфи еще раз предупреждает о том, что шипы Сатурна слишком ядовитые. Это действительно так. Не будет ничего хорошего, если мы дотронемся до них. Это действительно неистовая атака. Пытаются защититься своими щитами все гиганты даже в первых рядах со своими капитанами. Дори и Броги изо всех сил пытаются уклоняться и отбивать атаки Горосея. Сатурн же демонстрирует что-то грандиозное. Он реально решил истребить каждого на этом корабле. Луфи тут как тут. Он пришел на помощь своим товарищам. В старом добром стиле гому-гому-ну-ми он раскручивает руку и направляется в сторону Сатурна. Но вдруг он замечает, что прям под ним Бонни снова приняла форму Ники. Она очень тяжело дышит, но у нее это получается. Луфи заостряет свой взгляд на ней. Глазки Сатурна очень сильно насторожены. Они смотрят воочию. Вот бы не получить по щам в этот момент. Но, увы, Луфи тут как тут, покрывая свой кулак волей, он наносит удар по одной из лап Сатурна. Бонни внимательно за этим наблюдает и пытается восстановить свое дыхание. После этой успешной атаки Луфи она воспаряет духом и снова подымается в воздух. Она, как настоящий бог солнца Ника, снова готова к битве. Броги, между прочим, из двух гигантов, начинает кое-куда смотреть. Броги, послушай меня, братишка, за тобой уже выехали. Бонни. Снова напрягается и пыжится Сатурн. Бонни его взгляд приводит в панику. Но Луфи подбадривает и говорит, что у нее все получится. Я, конечно, дико извиняюсь перед всеми вами. Лично от себя и за одуги Нина, но продолжается сообщение водопанка. Однажды наступит день рассвета и мы узнаем все тайны, которые скрываются за занавесом истории. Забытое столетие будет раскрыто. Дальше на фрейме нам показывают принцессу Широхоши и Виви. Прошу заметить, Виви в первый раз за свою жизнь демонстрируется нам на фреймах манги с закрытым ртом. Видать, она заразила Широхоши, поэтому у той такое выражение лица. Ну ладно, спасибо, что Виви сегодня демонстрируется в новом ракурсе. Мы знаем, что те древние орудия, которые затопили древний континент, все еще готовы к действию и используются кем-то. Эта сила все еще где-то там. Пока продолжает Вегапан говорить то, что мы уже прекрасно знали тысячу раз, нам демонстрируют события, происходящие на моем любимом острове Скайпе. Кунис пришла с Лалюсичкой прямиком к Вайперу. Сегодня у меня праздник, если кто не в курсе, Вайпер входит в топ-5 моих любимых персонажей в Сия Ван Пис. Спасибо, Удагини. Не забыл и порадовал лично меня от души. Рад я видеть, что Скайпе процветает. Я еще раз лично перед каждым извиняюсь, Водопанк продолжает. Те самые редкие расы забытого столетия по сей день до сегодняшнего дня безжалостно преследуются и истребляются. Все это происходит по какой-то неизвестной нам причине. Пока Вегапанк доносит про истребление самых редких рас, он вспоминает флэшбэк с Кумой. Тот, между прочим, пока сидит и наблюдает за тем, как пытаются остановить Сатурна. Так ты что, буканьер? Я не понимаю, что вообще делает мою кровь такой особенной? Задается встречным вопросом Кума. В этот момент нас перекидывают на остров Сфинкс, где Марко Феникс продолжает слушать сообщения Вегапанка. В его голове также всплывают флэшбэки. Он вспоминает один из разговоров с Белоусом, где тот поведал ему о неком древнем королевстве богов, которое находилось выше. Наверняка Белоус имел в виду что-то по типу лунарианцев. А все потому, что следующий фрейм мы видим именно о Кинге. Ты лунарианец. Мы, мировое правительство, предлагаем 100 миллионов бели за любую информацию о местонахождении лунарианцев. Мелькают флэшбэки в голове Альберта. Он весь перевязанный, находится в некой темной комнате. Хорош, Кинга показали, так потихоньку и до Кайда доберемся. Также нам показывают другую особую расу. Находясь в плену у Тича, Пудинг вспоминает свое детство, как ее дразнили за третий глаз. Как мы понимаем, после сообщения Вегапанка об истреблении древних рас, нам показали самых ярких представителей из них. Трехглазая Пудинг, лунарианец Кинг, ну и Буканьер Кума. Снова окликивают его радостные гиганты. Это они имеют в виду Джевилри Бонни в этой форме. Сатурн, ты за все ответишь! Готовится Джевилри Бонни атаковать Горосея. Ты всего лишь желтый попугай, который повторяет то, чего сама не понимает. Говорит Сатурн. Прекрати нести эту чушь! Врывается Луфи. Он отбивает щупальца Сатурна и хочет направиться в его сторону, чтобы помочь Джевилри Бонни. Сатурн стискивает зубы от боли. Луфи угорает, а у Джевилри Бонни на глазах накатывают слезы. В эту секунду в голове Джевилри Бонни мелькают флэшбеки отца, которые она посмотрела, дотронувшись до его лапы. Она вспоминает тот самый день, когда ее отец был еще ребенком. И те самые надменные слова Сатурна в его сторону. Ты мне за все ответишь за то, что сделал с моими мамочкой и папочкой? Пока Джевилри Бонни готовилась нанести эту атаку, нам показали даже чилищего Кизару. Он спокойно продолжает лежать и размышлять о странностях жизни. Спасибо тебе, адмирал. Пика-пика-нуми. Сантамару также наблюдает за происходящим. Джевилри Бонни вспоминает, как Сатурн мнил себя богом. Так ты смеешь называть себя богом? Но существуют настоящие боги! Во время этой фразы у Джевилри Бонни всплывают флэшбеки о матери. Также существуют реальные герои! Кричит Джевилри Бонни. Эти слова доходят до кумы. В его голове также всплывают флэшбеки, как он танцевал со своей маленькой дочуркой, пародируя того самого воина освобождения Нику. Джевилри Бонни впадает в истерику. Она говорит, что продолжала жить только потому, что ее мамочка и папочка желали бы этого. Я обязана всем, этим двоим! В голове Бонни проносятся мысли, как бы было хорошо, если бы она жила в той вселенной, где ее мама и папа остались бы живы. На этом месте можно плакать, разрешаю. И, наконец, после всего этого она воспаряет духом. В огромной гигантской форме бога Ники она заряжает новый колоссальный удар. Луфи на подхвате, он готов прикрывать Джевилри Бонни. Вот-вот будет продемонстрировано нечто колоссальное. Сатурн готовится принимать атаку. Тысячу извинений, с вашего позволения. Продолжим сообщение Водопанка. Грядет день расплаты, он обязательно наступит. Вы должны быть бдительны, чтобы защитить себя. Айсберг с остатками Галейла продолжает слушать это величайшее сообщение. Даже несмотря на это колоссальное оружие, я верю в человечество и верю в нашу мудрость. Продолжает профессор. На фоне Джадж снова спорит с Цезарем. Два великих ученых сталкиваются лбами. Даже в самых отдаленных уголках света, где-то на погоде, слушают весь этот колоссальный бред. Также я верю в науку. Прошло 25 лет со смертью Роджера. И уже два года с тех пор, как нас покинул Белоус. Новое поколение затмит даже старые легенды. И тут пробуждение логии воды останавливается, и нас перебивают очень огромным и качественным фреймом. Джевил Рибони наносят один точечный удар в лицо Сатурна. А Луфи прикрывает ее из-за спины, нанося кучу ударов по Сатурну по бокам. Красиво. Главное, все, как уже и на прошлых главах, покрывают свои удары волей вооружения. Сегодня мы имеем таких людей, которых попросту невозможно остановить. Демонстративная эта фраза проходит именно в тот момент, когда Луфи и Бонни, являясь представителями нового поколения, уничтожают Сатурна в дребезге. И прошу внимания на этот фрейм. Сатурн был полностью истреблен этой атакой. Конечности его разлетаются во все стороны, и он благополучно падает в море. Следующую главу определенно стоит ждать только для одной цели. Чтобы нам рассказали, как будет реагировать тело Сатурна после попадания в морскую воду. Ох, чую я, грядет следующая глава. Наверное, если не затянут, мы точно узнаем, фрукт или это, или способность ее каев. Ну или вообще, здесь целое раздолье для раскрытия. Очень хочу, чтобы это все не слили в унитаз и нам рассказали, как обстоят дела с телами Горосеев. Если ты, как и я, наивный зеленый глупец, выставляй, Лукас. Будем с тобой ожидать следующую главу, где нас этой информацией благополучно опрокинут. Но нет, я верю. Гиганты радуются то, что Бонни удалось сокрушить одного из Горосеев. Та не может поверить в то, что сотворила и рыдает. Луфи угорает и хвалит ее за проделанную работу. А Кума неподалеку в первый раз за долгое время улыбается. Ну что ж, всех поздравляю. Мы ждали этого момента, когда Бонни вдарит этому баклажану за всю боль. И вот это глава на месте. Ну, Гевара, смотри, это твой корабль, не так ли? Наконец, над огромным кораблем Эльбафа пролетает Саузен Сани. Джимбей пытается вырулить из этой ситуации. Зора сконцентрирован на максимум. А Чоппер и Усоп продолжают паниковать. Они думают, что вот-вот разобьются и просят о помощи. Еще раз очень сильно извиняюсь, но я предупреждаю заранее. Продолжается сообщение Водопанка. Эти люди, вероятнее всего, ближе всех к правде. Совпадение? Или Роджер привел все это в движение не просто так? Тёмный король Рейли после этого продолжает дремать на своей барной стойке, потому что набухался. Рейли, Сан, ты так простудишься. Накрывает его Шаки. Ура, Вегапанк! Хорошо сказано, ублюдок! Раздаются радостные возгласы пиратов по всему миру. К сожалению, нет никаких гарантий, что оно будет найдено тем, кого хотел бы видеть Джойбой. Имеет в виду Ван Пис. И у меня тут сразу вопрос, а почему Вегапанк делает вид, будто бы он в курсе, что такое Ван Пис? Потому что в этом контексте всё выглядит именно так. Он типа говорит, оно будет найдено, возможно, не тем, кого нарёк Джойбой. То есть Луфи, который унаследовал его волю. А вдруг то самое Оно будет найдено, допустим, Тичем, и попадёт в плохие руки. Но почему Вегапанк делает вид, что он в курсе, что это за Оно? Ой, Водопанк, мой любимый персонаж. Пиратский остров Улий, убежище Йонка Черной Бороды. Комодоры остальные уже вернулись? Я просто не могу больше сидеть на одном месте! Пираты Тича готовы отправиться за Ван Пис на финальное сражение. Корабль Йонку Рыжеволосого Шанкса, Ред Форс. Босс, завязывай, ты уже бухой в стельку! Заткнись, ничего, я не бухой! Оправдывается Шанкс. Снова, как мы видим, главные пираты этой вселенной во всеоружии и готовы к бою. Остров Карай Бари, убежище Йонко Багги. Председатель Багги, вашему величию нет конца! Вы каждый раз превосходите наши ожидания! Багги снова не может понять, о чем говорят эти нелепые глупцы. Вы такой великий Багги Сама, ваша мечта на самом деле гораздо грандиознее, чем я думал! Крокодайл и Михоу, как два отщепенца, находятся в углу и завидуют, как нахваливают Багги. Вы посмотрите, зависти их нет предела! У меня сегодня реально Байрам. Крокодайл мой любимый персонаж. Вайпер и Луфи, ладно, чисто просто, чтобы сказать, что три из пяти моих любимых персонажей появились в этой главе. Не хватает только Энелюшки и Пела. Но это чисто в моих мечтах. Штаб-квартира морского дозора. Нельзя этого допустить, мы должны найти его первыми! Отставить, кто тогда будет защищать граждан-идиоты! Даже морские дозорные хотят найти Ван Пис! Вы представляете, флот морского дозора хочет конкурировать с самыми сильнейшими Ёнками. Ну ладно, пусть Акаину там попыжатся, и мы посмотрим на интересное сражение. Грядет нечто грандиозное, спасибо! То, что началось, уже не остановить! И судьба эпохи, и всего мира будет решена тем, кто найдет его! Тем, кто найдет Ван Пис! Вегапанк пытается выстроить из себя третьего. То есть после Роджера и после Белоуса он пытается завершить свое сообщение на весь мир грозным сообщением о Ван Пис. Спасибо тебе, Вегапанк, ты мой любимый персонаж, еще раз подчеркиваю. Надеюсь, это сообщение закончилось, и мы больше никогда к нему не вернемся. И под конец перед нами демонстрирует очень большой и качественный двойной разворот. На нем, как и следовало ожидать, четыре Йонку. Шанкс, Луфи, Черная Борода и Багги. Но под ними еще главные лица, которым суждено появиться на пути в битве за Ван Пис. Это главнокомандующий Акаину. Лучший реакционер в рядах Драгон. Им самка. И между прочим, я очень сильно всех поздравляю еще раз. Пускай она находится опять в тени, но в этот раз эта красотулька засветила бровью. Выщипаны очень хорошо, я оценил. Под Драгоном находится кое-кто, ради кого весь сыр-бор. Многие считают, это брат Шанкса. Конечно, ничего сейчас утверждать не стоит, но это явно родственник из рода Фигерланд. Меч у него точно такой же, как Грифон Шанкса, и держит он его левой рукой. Многие уже предполагали, что это он приходил к Гарасеям, а не сам Шанкс, так как там не была показана левая сторона Шанкса, где у него находится шрам над глазом. Поживем увидим. Но я думаю, если в мире существует некий близнец Шанкса, который как две капли воды похож на этого Йонку, это опять стрёмная ситуация. Ведь существует уже такой человек с наградой в 4 миллиарда. Вы представляете, какой кипиш может учиняться, если еще где-то пройдет такого уровня персонаж, а еще если он по силе не уступает самому Шанксу, то это все. Тушите свет. Видел я комменты, что кто-то считает, возможно, это Катрина Девон или мистер 2 Бон Клей. Но нет. Здесь, на вот этом огромном двойном развороте, перед нами предстают самые главные люди, которые примут участие в финальной саге. Ну и глупо было бы какому-то теневому клону уделять столь почетное место. На фрейме также присутствуют Коби, Адмирал Кузан, Фигерланд Гарлинг, отец Шанкса и Садибо. Поэтому все четко, на этом фрейме целых 3 человека из семьи Фигерланд, то есть отец Шанкса Гарлинг, сам Шанкс и самый таинственный на данный момент неизвестный перец, которого принимают за брата Шанкса. Жалко, конечно, что мы видим всего лишь силуэт, хотелось бы раскрытие, но это только в наших с вами влажных мечтах. Бровь им самки показали, и на этом спасибо, главе можно выдавать 150 Шанксов из 10. Оценивай работу лайком, подписывайся на канал и залетай в телегу, а я на этом буду потихоньку зашинковняться. До скорых встреч, кампай!